Всем привет! Сегодня мы поговорим о мошенничестве в соцсетях. Недавно на Netflix вышел классный документальный фильм, выпуск. Надеюсь, вы посмотрели или у кого есть возможность, обязательно посмотрите, ознакомьтесь. Это такая, знаете, инструкция для тех, кто, может быть, столкнется с чем-то подобным. И тема довольно-таки актуальная. Мы сидим в соцсетях, мы сидим в всяких мессенджерах, приложениях для знакомства. И здесь фильм называется «Аферисты с Тиндером». Немножко для начала расскажу, в чем там история произошла, история этого фильма, вообще его происхождение. А затем расскажу о психологических моментах, как этот мошенник цеплял, кого цеплял, какие там схемы у него использованы. Собственно, о чем фильм для вкратце, для тех, кто не смотрел. История стара как мир, залетела она в интернет популярно тем, что это используется по всем местным, самые популярные приложения, сайт по поиску отношений и каких-то встреч. Это Тиндер. Второе – это суммы, на которые грабили женщин. И третье, наверное, наглость этого преступления. Что произошло? В общем, парень довольно-таки, кстати, молодой, выходец вообще из Израиля. Он в Тиндере знакомился с девушками и производил впечатление. Затем, когда схема, о которой я вам расскажу, все это происходило по этой схеме. Жертва, скажем так, впадала в доверие, в любовь, в отношения. У него со всеми это прям отношения, вся любовь. Там представлена в фильме только одна жертва, которая была чисто подруга, но ее тоже удалось развести. Он занимал огромные суммы денег. И, соответственно, когда уже доходило до того, когда девушки, если бы понимали, узнавали, что их обманули, он им угрожал. В общем, жертвы терялись. И вообще единицы дошли до полиции и попали на него заявления. Чем эта история хороша? Почему так это бомбануло? И в Нетфликсе за несколько дней это был самый популярный просматриваемый фильм. Потому что эта информация была не очень много в интернете про него. Ему удавалось с 2015 года производить эти махинации. На что девушки велись, когда ознакомились в соцсетях? Что у него Инстаграм подтвержденный с голубой галочкой. В соцсети он вел активно. И, соответственно, с голубой галочкой это дается такой лимит доверия. Он из себя типа что-то представляет. На самом деле это все, да, брендовая дорогая одежда, перелеты частными джетами, красивая жизнь, ночные клубы самые лучшие, тусовочные. Да, это там совки Лондона, Миконос, трава всякие и тому подобное. В общем, также в его, скажем так, чару распускать помогала некая свита рядом с ним. Это его телохранитель, который всегда ему подыгрывал. Такой назывался он типа менеджер службы его безопасности. У него было несколько фальшивых фамилий и имен. Всего лишь легкий гугл поиск на самом деле, никакого мошенничества. Пара фоток в фотошопе, когда он представлен знаменитому, скажем так, в своих кругах человеку. Якобы он представлялся тем, что он наследник, бизнесмена, не знаю уж как назвать, миллиардера. Его сын, миллиардер этот, продает алмазы, бриллианты по всему миру. То есть такой вот типа узкий, скажем так, бизнес и очень прибыльный. Плюс еще существует ЛДД вроде бы, да, компания сама вот этих бриллиантов. Если вбить в поиски, опять же в гугле, вот у него инстаграм с подтвержденной, с голубой галочкой, в гугле в поиске его фамилия, его имя выходило в поисковике по всяким заказным там статьям и какую-то информацию минимальную пускал на свои соцсети, какие-то фотографии в интернете, то есть его можно было найти под этим именем. Там некие фотографии, были фотошопленные фотографии, вылазили в поиски с вот этим на самом деле знаменитым чуваком, но не знаменитым, окей, в своих узких кругах вот этим богатым бизнесменом и так далее. Так вот, это никакой у него отец, когда вся эта история вскрылась, с этим мошенником его посадили, вообще эта семья открылся, мы такого человека даже не знаем, он использовал фальшивую нашу фамилию и так далее. Так вот, к самой схеме, я уже в принципе, да, начинаю рассказывать, девушки знакомились с тендери, говорит о том, что это прям, как их комментарии в интернете им какие давали, типа вот, голдиггер, да, то есть вы хотели богатого себе парня, хотела богатой ты себе жизни, вот нашла и тебя как бы поимели на деньги, ты отдала последнее, последнее, поэтому так тебе и надо по делу. Такую критику эти жертвы встретили. На самом деле, если бы ей действительно нужны были только деньги, такие девушки бы деньги свои не отдали, они искренне кто отдал деньги. Потом у него была Полина, девушка из России, типа, она такая модель эскортница, как понятно, как по ее внешнему виду довольно-таки это все видно и читается, почему-то про нее нет, да, информации, что она отдала ему деньги или что у нее было что-то отдавать и так далее, то есть, и до данный момент, кстати, этот молодой человек выйдет из тюрьмы, отсидел он 5 месяцев за это, на данный момент он встречается с израильской знаменитой моделью, и опять же все на тех же позициях, где она его походу, скажем так, оплачивает его жизнь, ну и про него немножко потом он тоже занялся, типа своей карьеры, оказывает услуги консультирования по бизнесу в интернете онлайн. Так вот, на что девушки клевали, они находили в тиндере, их лайкал, сметчил приятный, красивый человек, в люкс, супер люкс, у него производила впечатление его внешняя атрибутика, супер люксовые, там, не знаю, гулянки, тусовки, номера в отелях, своя охрана, затем поездки какие-то, дорогая одежда, дорогой отдых. И это все под галочкой одобрено Инстаграмом, да, это сразу было видно, приходя на его страницу в Инстаграм, что это так есть, все реально. Затем он начинает, у него была стандартная схема, и этих жертв у него параллельно по 3-4 было сразу. У него была, знаете, такая а-ля финансовая пирамида, он, каждую новую девушку, с которой он производил эту тусовку всю эту красивую жизнь, которую охмурял, когда в процессе оплачила, предыдущую, которую он уже обманул. Поэтому у него всегда был вот этот финансовый поток, он находил новых. Я хочу отметить, что девочек, кто находил далеко не бедных, если кто говорит о том, что они были падкие на деньги, те, у кого было что-то взять из кармана, да, вот это его подруга, которая ему отдала по итогу 30 тысяч долларов, еще десятку потом сверху, другая подруга, которая залезла в кредиты на 250 тысяч долларов, верующая, слепая вообще в любовь с ним в отношениях, там еще одна девушка, которой с ним было год и два месяца, они собираются типа жениться, она думала на свадьбу организовывать с ним, она тоже в это вовсе верила, заняла кредитов, взяла на 150 тысяч долларов, ему отдала. Они не бедные, это такое, выше среднего класса или даже там, ну, знаете, сумочки Шанейлу и Виттона, вся история, далеко не средняя, да, класса, с девочкой, у которых что-то есть. Он не совсем, как бы, тоже, знаете, таких находил простеньких для себя, потому что он знал, что с них ничего, именно такими масштабами, сотнями тысяч долларов, с них ничего не взять. Ну, в общем, мы все равно остаемся от этой мысли, что наивные девчонки, которые велели там в любовь или в дружбу. Так вот, схема очень простая, он знакомился в течение месяца, он писал красивые слова, он производил впечатление финансовое своей внешностью, то есть, например, одеждой своей, атрибутикой. Она находится в Лондоне, говорю, да я к тебе прилечу завтра на чашечку кофе, фигак, он реально прилетел. Такие моменты, что вот возьмем самую первую жертву, которая там в фильме была, что я у меня заметила, да, она верила в сказку, помните, я вам про сказки рассказывала. Ее любимая сказка про Бель, красавица и чудовище, она говорила, я верила в сказки, в любовь, и вот я его встретила в своего, наконец-то, настоящего принца. И она говорит, это открыто текстом, у меня была модель такая, что ты кому-то даешь, отдают обратно тебе, то есть, жертвенность именно некоторая. То есть, она прям так говорит, в сказке Бель мне нравилось то, что принцесса попала типа к нему в плен, и они любовью друг друга исцелили, траля-ля-ля-ля, он стал типа из чудовища принцем. И вот я своего, наконец-то, принца встретила, и там она даже подписала его, там вроде как принц в телефоне, там сердечко, вся история. Так вот, у девочки была вот эта установка на сказку. На самом деле, по психологии, она правильно все сделала, завершила, скажем так, свой сценарий, она нашла действительно своего принца равно чудовище, который чудовищно с ней обошелся, довела ее в прямом смысле до психушки. Она была в клинике неврозов, она уже хотела с собой покончить, потому что на ней было 250 тысяч баксов кредитов, он еще угрожал тем, что он ее прикончит, если она идет в полицию и сдаст его, и так далее. Вообще, я не буду все это рассказывать, потому что там фильм посмотреть, там практически 2 часа, час 40, есть что посмотреть, интересно, да? Не буду спойлерить. Так вот, психологически, он подошел, он выбирал определенных девушек, я по этим, которые в фильме хотя бы представлены, девушек, которые хотели быть спасателями, которые хотели помогать и спасать, у них вот этот потенциал уже есть. Подумайте о себе, вы таки являетесь или нет, то есть это для того, чтобы вы с такими подобными мужчинами в жизни своей не встретились, да? Вас нельзя было подобным образом охмурить. Вот эта схема на спасательницу, она всегда у всех альфонсов, аферистов, вот этих, мастерком только, честно говоря, хочется сказать, страдальческих мужчин. Обычная схема, они все на это идут. Вот, за это, скажем так, девушек, женщин ловят на это, подлавливают. Далее, он, короче говоря, месяц знакомился, производил впечатление, дорогих каких-то подарков. Внезапный отпуск, в другой стране уикенд полетели в Прагу, то есть вот этот частный джет, у него есть своя охрана, вся вот эта история. В течение месяца он ей говорит, и он ей обещает, он ей говорит то, что она хочет слышать, что хочет слышать каждая женщина. Он каждый обещал совместный быт, он обещал семью, планы, и каждый практически с девушкой, которая думала, что она с ним в отношениях, искала ему онлайн, там, квартиры подбирала, где они будут снимать, жить и тому подобное. То есть это очень довольно-таки быстро развивались события, и очень-очень, они в это верили, потому что этого всего было подтверждение. В самолете я лечу, голубая галочка в Инстаграме подмечена, одежда на нем не фейковая, а настоящая, у него есть служба охраны, все правда. Довольно-таки в гугле забиваю, его фамилия выходит, потому что это фальшивый человек на самом деле, это не он, она не знает, да. Но только вот одна подруга была, типа она с ними в какие-нибудь интимные связи не вступала. Но я, честно, не то чтобы в этом сомневаюсь. То есть эта девушка оказалась тоже спасательницей, но она довольно-таки с проблемой контакта, сближения и доверия, поэтому он не смог ее раскрутить на отношения, доверие, вот это в плане любви. Она довольно, мне кажется, она в этом плане травмированный человек, поэтому она к себе близко не подпускает. Но она тоже говорила, в принципе, нелюбовное, такие же ощущения, что это человек, которому я могла доверять, настоящий друг, то есть он не был как брат, вот этот уровень доверия семейный. То есть это говорит о том, что человек травмирован доверием со своими родственниками, семьей и так далее. И она жила совместно со своей мамой, хотя ей там что-то три с лишним лет она, он у нее украл деньги на квартиру, которую он планировал покупать, она ему последняя, он же друг, он же брат. У нее вот эта проблема была, скорее всего, с теплом, с заботой, доверием, семейным, сестреским, братским и отцовским. Так вот, затем внезапный шок. Он всегда, скажем так, нападал на девушек, доставал их врасплох ночью, когда все идеально, все хорошо, все прекрасно. Он создавал ситуацию, что якобы на него напали, на его охранника, у него всегда одни и те же заготовленные фотки были, видео короткое из амбуланс и скорой помощи, пробитая голова своего охранника с кровью, он типа там футболка в крови, у всех одинаковые фотографии, подготовленные заранее, ему проходил месяц, затем он создал вот эту шок-ситуацию. Это все же так они вообще работают, не только он, это шок застать жертву врасплох, чтобы она очень сильно испугалась. И он говорит, у меня враги, у меня тут сделка, у меня бизнес по бриллиантам, меня хотят грохнуть, чтобы я не сделал там на 70 миллионов долларов там сделку, тра-та-та-та-та, короче говоря. То есть, внезапно, все идеально хорошо, она поверила, только нашивку заглотила, начала искать квартиру, шок внезапно, испуг за его именно жизнь. И тут у нее, мааа, у этой девочки, включается приключатель, надо спасать, я же спас... Он же для меня джет нанимал, в отпуск меня возил на уикенд, прилетал ко мне кофе попить, и другая там вот эта первая отмечала, я шла со свидания, он меня отправил домой с водителем на Роллс-Ройсе. То есть, для нее, именно она заматериально, это очень сильно такие вот эти моменты, скажем так, цеплялась. Чем я достойна такого отношения к себе? Это сказка, у меня никогда такого раньше не было. То есть, у девочки тоже, у них в основном, у всех была проблема с самооценкой, в том плане, что достойна ли я? Раньше ко мне так не относились, да, это спасательница с такой, таки, либо шаткой самооценкой, либо с низкой в каких-то моментах. Это вот, в общем, пазлик такой, да, складывается, как он на них воздействовал. В общем, он напугал, она готова спасать, отдавать, он ее начинает рассказывать о том. Он уже видел это подтверждение, что самолеты есть, деньги есть, соответственно, он не их отдаст. И либо это кредитки он обналичивал, либо кредиты брать, либо есть у тебя счет, наличку перевести и так далее, все возможности. То есть, он начинал поддерживать жертву в течение недель, дней и недель, в том плане, что это шок, и я в сложной ситуации. Если ты мне сейчас не поможешь, главное воздействие на спасательницу, то меня лишат жизни, то есть самое святое, самое важное, меня не будет. А она уже думает, как не будет, у меня же квартиру снимать, собиралась с тобой, да, жить с тобой, замуж, выходить из своей истории, как так? В общем, когда опустошались карманы жертвы, и она по каким-то причинам не могла переводы делать, он пропадал, как полагается, да. И если девушка обращалась в полицию или понимала, что ее обманули, когда она вызывала какие-то предъявы, то он на нее тут же начинал агрессировать. На что хочу обратить внимание, там классный есть пример, когда последняя девушка, которая год и два месяца встречалась и думала, что у нее скоро свадьба будет, только она единственная сумела его, скажем так, опрокинуть, свести счеты, хоть что-то немножко себе забрать, она ему придумала план. Уже когда вышла статья в интернете про него, она была той девушкой, с которой он, типа, жениться собирается, она прочитала статью в интернете, поняла, что это он, траляля, ему рассказала, он ей, да, это обманывают, все, брехня полная, мои враги заказали эту статью, и она поняла, что ее обманывают. Она решила поиграть до конца в эту игру, и чтобы что-то с нее забрать, она в фэшн-индустрии работала, она прилетела к нему, забрала одежду и, типа, продавала на ebay, ему, типа, я тебе деньги отправлю, типа, карточки же заблокируй, говорит, а у меня отдать тебе, она уже 150 косарей до баксов ему уже отдала, у него, говорит, у меня все, уже ничего нет, он говорит, давай одежду продадим, он такой, да, давай, она забрала шмотки, продавала, ну, оставила деньги хоть какие-то себе. Так вот, она единственная, кто его вообще не побоялся, здесь у нас идет страх, он запугивал своих жертв, он говорил, что я знаю твой адрес, твоих родителей, все, где ты живешь, твои паспортные данные у меня есть и так далее, соответственно, девочки реально боялись, либо если обращались, то у них было вот это состояние страха, потом состояние нервозности, что со мной, не только страха, а то, что со мной что-то произойдет, и он удержал там состояние, потом потихонечку сливался. Так вот, да, единственная, последняя жертва, которая смогла с ним, скажем так, свести счет и что-то ему вообще сделать, она доиграла, скажем так, в эту игру, и она его сдала полиции. Что интересно, что полиция мне интересовалась, он нафиг никому не нужен, его позадержали на границе, когда он летел в Грецию, только тем, что у него были поддельные документы, и она отправила карточку, в общем, она написала в полицию напрямую, поняла, что он летит, в общем, его задержали на границе по поддельным документам, не по мошенничеству, а по поддельным документам, по выдаванию себя за несуществующего человека, за это, но не за украденные деньги, потому что по закону они на себя брали кредит, ему никогда ничего за это не будет. Ты дарила деньги, отправляла, что он тебе обещал, это твои проблемы, даже если есть аудиодоказательства, документов вы с ним не подписывали, он тебе не обещал в документах вернуть какие-то деньги девочке, кто не знает законов, пожалуйста, даете кому-то огромную сумму и в долг, даже сумму хахали в каком-то, берите хотя бы расписку, что-то вообще, какой-то документ, пожалуйста, потом ничего не докажете, что он вам обещал это вернуть, а расписка это хотя бы обещание, вот это есть на документах, о том, что вам обещают вернуть эти средства. Так вот, к чему по поводу психологии жертв и так далее. Он запугивает жертву, и вот девушка, находясь вот в этом стрессе, она боится либо завить в полицию, либо вообще с него что-то требовать, и он начал активно угрожать, это очень хорошо было показано в фильме «Последней девушки», он ей гневные сообщения по 20 минут, я тебя убью, найду, но он не впрямую угрожал, понимая, что это впадет в полицию, он говорил, типа, за любые действия будет ответка тебе, я тебя достану, да, он ей говорит, я тебя убью, я тебя достану, я знаю, где ты живешь, то есть самого глагола к действиям, типа, эти голову отрыву, этого не было, опять же, потому что это статья, угроза прямая. Так вот, она одна не побоялась, я поняла, что и терять нечего, и шла до последнего. Он перебесился, и потом он стал жалким, он стал плакать, я ночую в хостеле, у меня нет денег, я стал бомжом, назвал себя король бомжей вообще, и он стал этим жалким. Там очень хорошо видно его некое открытие личности, я бы так это, да, назвала. По поводу него. У человека явные проблемы с ментальным здоровьем, расстройство некой психики есть. Во-первых, это тяга к... Я бы не сказала, что у него раздвоение личности, но это ненормально. Там нет таких доказательств, с ним диалога никакого он оказался от него, но какие признаки? Человек выдает себя за других людей, фамилия, имя, их несколько у него вариантов было. Затем он проживает чужую фальшивую жизнь по фальшивому сценарию, который сам придумал. То есть он, в принципе, он отказался от себя того мальчика, не помню, в Израиле, в каком городе он был, уже из столицы, его родители от него отказались у семья. То есть он такой вот с 18 лет там уже чеки подделал, вся история. То есть у парня на самом деле это психическое расстройство. Да, таким образом оно, в принципе, он не убивает никого, не так физически опасен для людей. Ну, видите, для девушек других опасен оказался, да. В общем, вот эта тяга, это не азарт какой-то, и просто он ленивый, не хочет работать, хочет легкой жизни. Этот не то совсем. Он не умеет по-другому, он не знает, как по-другому, потому что у него есть определенные ментальные расстройства и проблемы какие-то, да. Выдавание себя за другого человека, проживание чужой жизни, фальшивой жизни. То есть настолько человек не просто живет во лжи, он живет в выдуманном мире, выдумывает себе историю, он выдумывает свою жизнь. У него нет никакого конкретного места жительства, он всегда в отелях и в этих перелетах, потому что, чтобы его не могли понять, нигде ему нельзя было зацепляться и так далее. Соответственно, он выпущен на свободе, можете найти его в интернете. И знаете, что интересно для меня, как и для психолога? Он продолжает называться выдуманным фамилией и именем этой знаменитой семьи, которая магнаты, олигархи в бриллиантовом бизнесе. Они от него трястились, отказались в интернете. Уже есть доказательства, его фотографии, что он мошенник, статьи, истории. Вот этим уже почти 10 лет занимается. И он продолжает быть этой выдуманной личностью. Вот это показатель уровня его ментальных проблем. Он не отказался, скажем так, все равно от этого образа, этой истории. И он говорит, вы выдумали, это все неправда, я подам на вас суд. Уже все доказано. То есть отрицание полное, у него нет никакой социальной критики. Ну вот такая история. Девочки, я вам очень сильно советую посмотреть эту историю, посмотреть документальный фильм тем, кто особенно сидит в интернете, знакомится в Тиндере и так далее. Поверьте, не такие крупные, но помельче человека. Вы знаете, столько истории, когда знакомились на сайте знакомств. В России в новостях показывают, вымогал деньги. Это все то же самое. Это все те же самые схемы. Поэтому посмотрите обязательно фильм. Жду в ваших комментариях, если вы смотрели такую историю. Или знаете эти истории из жизни. Пожалуйста, пишите. Дайте важные советы, как не попасть в что-то подобное. Жду ваших комментариев. Если вам нужна моя консультация как психолога, всегда в инфобоксе. Это такой скрытый инфобокс, да, информация о видео. Плашка такая. Там написана моя почта. Пересылайте письмо с темой письма консультация или с темой письма история от Анонима. Спасибо за внимание. Всем пока.